Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные обзоры. Вы все, конечно же, знаете бренд Gibson. Как говорится, говорим Gibson, подразумеваем фунфурье. Говорим фунфурье, подразумеваем Gibson. Ну и прочих древесных слухачей. Gibson это для нас что? Это дорого, это цена, высокая цена. Это обязательно какой-нибудь винтаж или апелляция к древним высоким технологиям, которые сейчас ученые скрывают, то есть риши всякие и так далее. Это, конечно же, Made in USA обязательно. Это, конечно же, Гудвудера какая-нибудь. Это, конечно, те самые гондурасские махагоны и так далее и тому подобное. То есть вот эти все вещи это атрибуты бренда Gibson, которые, собственно, народ и покупает по большому счету. Купить гитару, знаете, играть дело нехитрое. А ты вот возьми вот так, чтобы тебя осознание причастности к великому наполнило. Вот это тогда нужно Gibson брать. Ну и на этом, насколько я так скромно разумею, бренд этот и держится. Посмотрите на то, сколько стоят их инструменты. Вот, например, кинтери, иши, укастом, щап. Это вот самое дорогое. А вообще самые дорогие, это самые старые, на которые сейчас риши делают. То есть ультра такая радикальная староебская контора получается. И есть у Gibson бренд Epiphone. То есть это гитары дешевые, в Китае делаются, ну и как-то особо не претендуют ни на какую там архаику дорогостоящую. И тут мне попадается в руки вот такой вот новый инструмент. Мало того, что это Китай, это Epiphone, так это еще и подписная модель. Gibson и подписные модели, это вообще очень интересное сочетание. Чтобы стать эндорсером Gibson, чтобы подписную модель тебе вот сделали. Ну я не знаю, что должно быть. Ты должен быть каким-нибудь вообще уже покойником 10 раз, Би-Би Кингом. Вот. И тогда, может быть, да, там, Дэйв Мастейн вот только сейчас созрел, чтобы подписуху ему сделали Gibson. Ну а тут вдруг хренакс и вот Epiphone делают ультра-стародрочерскую гитару для артиста, которого вы, дорогие мои зрители, я уверен, нихуя, блядь, не знаете. Джаред Джеймс Николс. Вам что-нибудь вообще говорит это имя? У меня нихуя. У него 20 тысяч подписчиков на Ютубе. И самое просматриваемое видео, это, по-моему, в районе 100 тысяч просмотров. Я не скажу, что он плохой гитарист. Великолепнейший. Кудри рыжие. Харизматичные. Играет пальцами. Играет замечательно. Но замечательно играть, чтобы тебе сделали подписуху Gibson или Epiphone, это, мне кажется, недостаточно. Это надо быть такой глыбой вселенского масштаба, чтобы так влиять на умы гитаристов по всему миру, что я не знаю. А тут вдруг ха-а-а, на тебе. Вот удивительное дело, да? А знаете такого Ток Мацумото? Вот и я тоже не знал до тех пор, пока не наткнулся на подписную модель от Gibson какого-то Ток Мацумото. Оказывается, японский какой-то гитарист. Ну, в общем, черти что. Все в этой конторе творится. И вот в разряде черти что от Gibson-Epiphone я сейчас держу в руках. Гитара по самым-самым прям канонам ортодоксального стародрочерского представления прекрасным от создателей Леспола и прочих. Эта модель называется Epiphone. Значит, сейчас записывайтесь, что называется. Светлана, неважно, пишите. Epiphone, Custom, Blues, Power. Блядь, дальше я должен. Джаред Джеймс Николс, Gold, Glory. Не Glory Hall, блядь. Отставить хихоньки-хахоньки. Golden Glory. Вот, блядь. Дальше. Double Gold Vintage, Edge. Значит, ее, твою мать, блядь, натощак такое не выговоришь. Вот так вот называется модель. Такое огромное количество слов и такое маленькое количество крутилок и звукоснимателей и прочие фурнитуры на ней. Ну, это как раз и отсылает к тем самым временам 50-е какие-нибудь, где выпускались вот такие упрощенные, не арктоп, а просто плоские модели гипсонов, самые дешевые. Как раз вот с таким стоп-баром, кстати, не самая плохая вещь, в рэп-араунд вместо тюноматика, а здесь это выполнено в кастом формате. Это тоже такой характерный показатель современных извращений на тему старины. Вот всякие типа мелоди-мейкеров там и тому подобное. Бич-модели сейчас в кастом-шапах делают за очень дорого, и вот это все очень-очень-очень вот котируется. И тут вдруг бах, Китай. И вот у меня вопрос к вам, дорогие мои друзья. Вот как вы считаете, вот такая гитара, она интересна вот именно стародрочерам, которым интересен гипсон? Ведь эпифон, это что? Это такая, как сказать, гипсон на минималках, это гипсон для нищих, это гипсон из Китая, это вот эпифон. Они даже сейчас голову, видите, как гипсон, ну не совсем, сейчас подробно рассмотрим, делают с недавних пор. Но, слушайте, тут мне кажется, не вяжется. То есть гипсон это дорого, гипсон это made in USA, гипсон это винтаж. А тут, видите, тут вроде бы гитара новая, нихуя не винтаж, сделана под винтаж, но сделана в Китае нахрен, блядь, и сделана буквально недавно. Ну и подписуха такого артиста, о котором никто не знает. Сейчас можно ее раздобыть, заказать тысяч за 50-60, наверное, а может за 60 скорее. Ну я потыркался по интернету, нашел такие цифры, может там, знаете, еще вылезет, что-нибудь скажет, А вам надо еще вот это оплатить, вот это, и потом еще там ее просканируют на сущности, вдруг подселенцы будут, еще надо заплатить будет, хуй знает. Ну, короче, в первом приближении цифры такие, то есть, не знаю, по-моему, недорого, вообще нихуя недорого. А Гибсон, должно быть дорого, блядь, ну вот, короче, рвет шаблон гитара, давайте ее рассмотрим поподробнее. Халлоу-ка, блядь, вот у нас халлоу-ка, смотрите, как выглядит. Вот эта вот часть, это у нас как бы намек на Гибсон, хотя, хотя не похож на Гибсон 100%, потому что у Гибсона пошире разлет крыльев вот этих вот, прическа, сын булочника, и волоски у него вот так в разные стороны побольше у Гибсона должны быть, а макушка чуть пониже. Здесь у нас крякнутый бриллиант, три на три колочки, написано Блюз Пауэр, ну, конечно, слово Пауэр я с десятой попытки прочитал, и то, когда увидел печатными буквами в интернете. Я такой, что Блюз Лавер, что Блюз Лоуэр, что за нахуй, ну ладно. Вот, сразу видим, да, три, три самореза, если видите три самореза, это Китай, если видите два самореза, это USA. Ну, опять, ну как, блядь, гитара в Китае, она, гитара с тремя саморезами, и, понимаешь, вот такая вся из себя винтажная. Для меня это непонятно. Здесь переворачиваем, видим черную, затылок на головке, как такое у Зака Уайлда, жало здесь, здесь номер, здесь подпыл с этого чувака, здесь Гровер, кстати, хорошие колочки. Вот, хендкрафтед инчайна, блядь, хендкрафтед. Тому, кто хендкрафтил руки, блядь, надо поотрывать, сейчас расскажу, почему. Инспекшн-карт, инспектор, ты, блядь, там, что, рисовые водяры какой-нибудь нажрался, инспектировал, блядь, гитары, понимаешь, валюты. Нет никакой гриф, толстый, толстый, как раз 50-е стайл, вот такой, чтобы, знаете, нормально так обхватил, так и обхватил, называется. Ну, на любителя, на любителя, для стародрочеров, для стародрочеров, однако, у которых нихуя нет денег. Ну, обычно как стародрочерами становятся? Вот, родился человек когда-то, давным-давно, сейчас он уже денег подзаработал, стар стародрочером, чтобы статус свой подчеркнуть, покупать дорогую гитару. А вот такая гитара для кого? Блядь, не знаю. Ну, ладно, едем дальше, смотрите, здесь очень четко можно пальцами ощутить грань между окантовочкой и покрашенным грифом. Ну, гриф, конечно же, я вот, ну да, да, по звуку сразу слышно, что это махагон. Здесь говорят, черное дерево, в интернетах пишут вот эти вот товарищи, которые делают, говорят, черное дерево. Ну, я бы не сказал, что оно очень черное, ну ладно, пускай будет черное. А здесь у нас кирпичеобразные дотики, ну это не дотики, это инлейс называется, вот инлейс, почему-то сэкономили. Вместо инлейсов китайец какой-то, инспектор, наверное, пьяный, нарисовал галочку, вот я не вижу. Да, видно, 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 да, на камеру видно, что пытался ее, нарисовал сначала, а потом, видимо, там, плюнул так, стереть пытался, потом, потом, и так сойдет, и все, нахуй, отправил, все. Ну вот, а здесь у ладов, смотрите, есть краешки, если на гипсоне, краешка лада, не видно, там бампер закрывает краешек, то здесь система другая, здесь все это вот так вровень, как это называется, так как наша раша, вровень выпирает, вот. Здесь все вровень выпирает, и лады эти совершенно на торцах выглядят несексуально. Конечно, вы мне резонно можете воспринить, Глеб, а что ты, блядь, хочешь за какие-то там 50-60 тысяч, чтобы у тебя лады выглядели? Ну, вообще, китайцы могут. Китайцы могут, другое дело, может ли эпифон за эти деньги предоставить то качество, которое китайцы вполне себе теоретически могут сделать, а может быть, времена уже ушли, может, китайцы зажрались, и теперь, нет, пускай там, индус, она делает, мы, китайцы, мы делать будем через жопу, как в Америке, вот там вот, ты видел, как в Америке, вы видел, как номер серийный, мы, пищатую, так что не просчитать, а вот, мы так же, мол, сейчас будем делать, может быть, китайцы сейчас так говорят? Да, вот, и нихуя не отполировали эти лады, конечно, засранцы эти китайцы. Какие-то лады прилегают хорошо, какие-то не очень, где-то видна щель, легенькая, а где-то нет. В общем, края ладов нихуя не отполированы, видно, борозды на них такие от широкой пемзы, которые, наверное, китайские бабы себе пятки трут, когда моются в этой реке Хуанхэ. Дальше смотрим, смотрите, двойная окантовочка, о май гад, блядь, когда вы видите на гипсине двойную окантовочку, то это значит, что вы приобрели супердорогой кастомный инструмент. Это заставит содрогаться сердца ваших коллег на репточке, когда вы придете и гордо достанете из кейса инструмент с двумя окантовками и на топе, и на жопе. Ну, а теперь у вас есть возможность иметь инструмент с двумя окантовками, о, за какой-то срамной прайс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Наверное, я бы так рекламировал эту гитару, если бы был каким-нибудь менеджером на фирме Epifone. Ну вот, значит, голджоп, о, голдтоп, о, арктоп, о, дупло, господа! Пластмассовое, и срамные пимпочки из желтого цвета, которые один в один, как на гипсине, такое же говно. Короче, без стриплоков вот это вот использовать нельзя, блядь, потому что ебнется сразу же отсюда и все полетит по пизде даже не не если бы по ноге блядь ну вот дальше смотрим здесь у нас звукосыматель который вроде как должен быть сеймур дункан какой-то который прям дохуя не шумит потому что разработан опять же прям вместе сели такие за столярный стол там хуяк этот как вот за токарный станок джаред джеймс семером дунканом такие ну давай давай разработали ну хз опять же уникальный артист о нем узнаешь не по сарафанному радио не по чартам не по еще чем-то там а потому что у него есть подписная гитара у него есть подписной звукосниматель не какой-нибудь там вася пупкин из подворотни где-нибудь все и мурдун кан понимаешь но по 90 и только один конечно вот вот эта минималистичность она задает особый стародрочерский вайб как раз вот именно за это покупают гипсона и тут прямо этого стародрочерского вайба дохуя видите только один звучок да и тот блядь при 90 этот джаред джеймс николс вот он когда играет он играет пальцами и постоянно дрочит ручку громкости потому что если он оставит работающим датчик паузы там будет адская фоняра так что нихуя на самом деле он не бесшумно я делаю спойлер здесь у нас рэп-араунд с вот такой ступенчатой полигональной кладкой как у древних инков вот здесь ну типа чтобы мензуру соблюсти вообще хорошая вещь я вам так скажу гораздо лучше чем система тюноматик и рэп-араунд этот как его блять стоп бар вот или тейл пись как говорят почему-то потому что этой арфы вонючей нет потому что рэп-араунд то что нагрузка с колечко сымается и она не разматывается от бендов но вот с другой стороны могли бы они уж конечно сделать не такие высокие вот эти водонапорные башни чтобы они не мешали сюда делать palm mute ну регулировка соответственно видно да громкость том все больше нахуй ничего не нужно настоящему стародрочеру как считает я полагаю джаред джеймс ну что там с корпусом кузьма скажи пожалуйста да точно хорошо а топ о ну все понятно друзья мои кузьма нам все поведал из чего сделана электрогитара поэтому пора я считаю послушать поехали попробуем выжать из одного единства звукосымателя что-нибудь вы слышите какой сочный сочный китайский звук однако ну-ка я не слышу не слышу того самого чарующего аромата который исходит от новых гитар фирмы гибсон я слышу аромат подмыхи кота китайца вот скажите почему бы не взять и не попшикать гитару вот этим дезодорантом прямо на заводе перед отправкой покупателю это бы сразу плюс . в харизме инструменту дало бы представляете покупать американский гибсон оттуда вот этот аромат их пшикалки их елочка и специальная елочка гибсон а это берешь как это подмыха китайская ну хотя с другой стороны может быть именно за это и платят за эту елочку такие бешеные деньги которые отдают за американские капсана и поэтому никогда китайский не будет стоить столько же сколько американские до тех пор пока ну ладно давайте еще раз попробуем извлечь звук благо тут комбинации всего лишь 1 на этом можно было бы это обзор и закончить но вот так звучит что можно еще сделать можно убрать это он и получить какой-то булькающую музыку а можно ну давайте что конечно включим вкус с ооооооそう оооооо орохе озечить А теперь добавим еще гаврит. А теперь добавим еще гаврит. Ну что, с фузом, конечно, звучит заебись. Без фуза давайте включим ревер, и вы мне напишите, Глеб, ну зачем ты, зачем нарулил столько ревера? Мы не можем, мы не можем расслышать звук. Какой там звук, Глеб, мы не слышим. Глеб, ну зачем ты, зачем нарулился. Ну вот так звучит, собственно, с ротовайбом, с ревером, который так ненавидим вами. Ну давайте прекратим, а то сейчас вот эта вот штука, вот если я сейчас войду в раж и возьму гитару как какой-нибудь рок-звезда, то сразу все хуяк, смотрите, и так, о, блядь, и все пизда, узкос называется. Что, что, какие у меня, значит, впечатления от инструмента. И инструмент в высшей степени для панторезов, конечно, потому что один датчик, одна громкость, P90, это, это прям квинтэссенция стародрочерского китча. Вот так я бы сказал. Видите, выполнено все в кастом сетапе, или как это называется, в кастом, ну в кастомной хуйне все выполнено, однако сделано в Китае, при этом стоит недорого. В общем, противоречивый инструмент, хотя, на мой взгляд, очень даже яркий, обладающий какой-то, блядь, своей харизмой. Ну, дорогие мои друзья, подписывайтесь ко мне в сообщество ВК, все-таки времена, знаете, лихие и настали, хуй знает, что там завтра с этим интернетом будут, который, как известно, нам и нахуй не нужен. Поэтому подписывайтесь в сообщество ВК, устанавливайте всякие программки, чтобы обходить блокировки и, тем не менее, смотреть меня на Ютубе, потому что Ютуб остается все-таки площадкой number one по охвату аудитории. Никакие другие наши отечественные не предоставляют, к сожалению, аналогичных возможностей. Ну и самое главное, подписывайтесь ко мне на Boosty, где у меня огромное количество контента. Там вам и не только обзоры, не только распаковки потайные, между прочим, а еще и просто ебанистическое количество обучающего контенту. На все это вы можете подписаться. Я вас призываю это сделать. Ну и, конечно, подписываемся, блядь, на мой канал, ставим лайки, хуяйки, жарарарамкаем теребоньку, держим письюны кверху, пишем. Глеб, ты ничего не понимаешь. Это какой эпифон? Это не настоящий эпифон. Эпифон был. Знаешь, чем был эпифон когда-то? Ты не знаешь? А если ты не знаешь, я тебе ничего не собираюсь доказывать, блядь!